Акваланг весом 24 килограмма и водолазный костюм мокрого типа. Это и есть минимальный набор для Дениса Манько, курсанта военно-патриотического клуба «Сармат». Погружение под воду со снаряжением для молодого человека происходит в пятый раз. Денис рассказывает, что, возможно, подводное плавание станет делом всей его жизни, потому что парня уже зовут в Каспийский морфлот. Это костюм мокрого типа. То есть ты заходишь в воду, он набирает влагу, и он ее не спускает. То есть влага в нем держится, костюм набирает температуру тела, и, собственно, вода, если потрогать руку, она вроде прохладная, а в костюме достаточно тепло. У водолаза-спасателя Вадима Батта на счету семь спасенных жизней. По словам молодого человека, существует лишь две причины, из-за которых тонут люди. Это купание в неположенном месте и в нетрезвом виде. На учебно-тренировочных занятиях с курсантами спасатель рассказывает о процессе погружения и технике безопасности. Можно получить болезни при несоблюдении всплытия, при несоблюдении техники безопасности на работе, на течении, при несоблюдении техники безопасности о снаряжении. То есть не провел снаряжение, оно тебя подвело, можно получить травму или летальный исход. Программа слета военно-патриотических клубов в этом году носит название «Школа выживания» и включает в себя умение ориентироваться в лесном местности, приготовление еды на костре, а также занятия по строевой, военно-медицинской и огневой подготовкам. Что вы знали, сначала изобретается патрон, потом под него делается оружие, не наоборот. Они должны знать характеристики этого оружия, его комплектацию, то есть для чего, какие механизмы служат, как они работают, то есть вот все это в комплексе, получается огневая подготовка. А разоборка-сборка – это просто один из составляющих элементов. Курсант клуба «Улан» Даниил Паюк рассказывает, что ощущения от пребывания в палаточном лагере далеки от игрового уровня. Здесь настоящий военный полигон, где можно разыграть схему захвата заложников и разработать тактику боя, играя в страйкбол. Страйкбол – это то же самое, что и пейнтбол, только здесь ощущения приближены к реальным ощущениям. Тут оружие максимально приближено, ощущение, что ты держишь настоящий автомат в руках, а не пейнтбольное ружье. Стреляет он маленькими пульками, но ощущения более очень ярко выражены. Подобные сборы военно-патриотических клубов проходят с конца 90-х годов. В этот раз на слет собрались около 120 курсантов из 15 клубов области.